Девушки отдыхают В результате столкновения водитель УАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия, а его 37-летний пассажир получил телесное повреждение и был госпитализирован в Реческую центральную районную больницу. Местом еще одного столкновения стала трасса М5. Здесь виновник ДТП по предварительной версии тракторист. Перестраиваясь, он не пропустил внедорожник Toyota Land Cruiser. В результате происшествия водитель автомобиля Land Cruiser получил телесное повреждение и был госпитализирован в Жлобинскую центральную районную больницу. Травмы в результате дорожной аварии в Хойниках получила двухлетняя девочка. Инцидент произошел накануне. Водитель Митсубиси при развороте столкнулся с Вольцвагеном. Двухлетняя пассажирка последнего получила закрытую черепно-мозговую травму и была госпитализирована. Не менее горячими выдались выходные у спасателей. Так в Гомельском районе пожар оставил без крова семью с тремя малолетними детьми. ЧП произошло в деревне Новая Будда. В субботу днем пожар вспыхнул в жилом доме и в считанные минуты охватил его целиком. Также из-за ветра пламя перебросилось на крышу соседнего дома. Жильцы, к счастью, успели покинуть дом. До прибытия пожарных подразделений женщина вывела из жилого дома несовершеннолетних троих детей. Пострадавших нет. Пожар был ликвидирован. Причина пожара устанавливается. Еще один пожар лишил семью дома и автомобиля. Возгорание произошло в дачном поселке Песчаный берег. К моменту приезда спасателей на участке горел микроавтобус Форд Транзит и расположенный в метре от него дачный дом. Пожар ликвидировали, но авто и дом оказались полностью уничтожены огнем. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – короткое замыкание электропроводки автомобиля. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.